Здравствуйте! В эфире новости 1-го Карагандинского в студии Динара Сартаева. В ближайшие 20 минут мы расскажем вам о главных событиях города. В Караганде прошла благотворительная акция под девизом «Дорога в школу». Здоровая суббота собрала около 150 детей. Депутаты городского маслехата вновь вышли в рейд. Накануне празднования Дня Шахтера руководство областного филиала Народно-демократической партии Нур-Отан посетили семью шахтерской династии Ереминых. Вместе Еремины отдали своей профессии более 80 лет. Новый политический курс состоявшегося государства уделяет особое внимание людям рабочих профессий. Для Ереминых поднимать имидж шахтера не надо. Это их семейная традиция – спускаться в лаву. Глава династии Александр Николаевич награжден орденами трудовой славы, знаком почета, кавалер шахтерской славы. Мне очень повезло, что мне пришлось работать с такими, как бы сказать, замечательными людьми. Для сына Александра Николаевича Вадима вопрос «нравится или не нравится выбранная профессия» повергает в недоумение. 24 года он работает, как и отец, на шахте имени Костенко. 12 лет рабочим и 14 лет как инженерно-технический работник. После армии в январе 87-го года устроился горно-рабочим подземным на шахту имени Костенко. Через несколько лет поступил на вечернее отделение Карагинского политического института. Работал, учился, закончил политехнический. Продолжаю работать только уже в качестве инженерно-технического работника. Кстати, Вадим Александрович – почетный работник угольной промышленности. Как-то традиционно, без всяких обсуждений и внук Роман выбрал шахтерский удел. Перед глазами пример отца и деда. Закончил 11 классов, поступил в политехнический институт горного механика. Отучился я три года, получается, до третьего курса. Потом я устроился на шахте. Оставался учиться на дневном, ходил в третью смену целый год. Первый год я отработал на рельсовом участке. После этого устроился на добычной участок второй. Сегодня Роман работает заместителем механика участка и тоже на шахте Костенко. В семье Ереминых профессия шахтер – прерогатива не только мужчин. Жена главы рода Александр Николаевич носит звание почетный шахтер. Раньше миллион тонн на гора считалось подвигом, вспоминает Александр Николаевич. Сегодня это норма для одной лавы. И это благодаря новым технологиям и современной технике. Первый заместитель председателя Караганинского областного филиала Народно-демократической партии Нур-Отан Кадиша Аспанова поздравила семью с праздником и вручила подарки от имени руководства. Такие семьи шахтерские династии у нас существуют. И преемственность поколения она тоже есть. И необходимо все-таки пропагандировать, показывать такие семьи. Ежегодно в течение восьми лет у нас это мероприятие проводится. В течение многих лет эта акция проводится. Чем же отличаются Еремины от многих выбравших тяжелую, но столь необходимую профессию? Каждый рабочий на любой своей работе, он свою работу вспоминает. Всегда помню всех друзей, знакомых, с кем много лет проработала. Это уже как вторая семья. Трудовая семья – это крепко стоящая на ногах молодежь. Это уважение к старшему поколению. Это уверенное будущее. Так считают Еремины. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Караганде прошла благотворительная акция под девизом «Дорога в школу». Представители религиозных организаций решили помочь многодетным семьям собрать детей в школу. В этот день 30 многодетных семей получили тетради, ручки, школьные костюмы. Организаторы обещают и в дальнейшем принимать участие в жизни таких больших семей. Ведь на сегодняшний день собрать детей в школу – довольно затратное дело. «Чтобы наши дети учились хорошо, а кто дальше, чтобы быть такой мероприятий больше, мы просим всех, кто возможно, если еще дальше, как делать, мы будем постоянно, как возможно, такую акцию. Мне давали сейчас 30 семьям, которые 4-летние есть дома, а 5 детей есть дома в них. Вот такие мы поможем. В первую очередь, потом забрали собрать детей, которые в районах, там несколько семей, которые у них есть в списке. Мы тоже даем на сумму 50 тысяч тоже тетради, ручки, там остальные другие. А сейчас мы даем на 30 семьям, которые там одежда, именно школьные одежды, которые одеваются на эту школу. Там есть форма, ручки, там тетради, там тоже так же так. Поэтому желаем, чтобы такие мероприятия больше для народа, для наших детей. Здоровая суббота собрала около 150 детей. В центральной больнице города Абай состоялась акция, в ходе которой дети, не прошедшие обследование за весь летний период, могли сделать это буквально за полчаса. Мероприятие проводилось впервые, вызвало у жителей маленького шахтерского города небывалый интерес. Амина Смакова подробнее. Подобная акция в городе Абай проводится впервые. Девиз мероприятия здоровыми на учебу выбрали не случайно. В этот день родители могли привезти своих детей в возрасте от 6 до 18 лет для того, чтобы они прошли полное обследование у специалистов. С 9 утра до 3 часов дня в своих кабинетах принимали педиатры, окулисты, невропатологи, отоларингологи и многие другие. Я узнала из неоткрытых дверей, из объявлений. Мне представилась возможность пройти медосмотр, который я за лето не смогла пройти, потому что все время я работаю. Это очень акция хорошая для родителей, которые работают и удобная. В городе была проведена большая подготовительная работа по рекламе Дня открытых дверей. Об этом говорит количество явившихся на осмотр. Цель акции – проведение профилактических и скрининговых осмотров и консультаций. Врачи предоставили возможность родителям обследовать детей, вернувшихся из отпусков и летних лагерей. Сегодняшний день представил такую возможность родителям, которые были в длительных отпусках или в силу своей занятости не смогли привезти детей в обычные будние дни. Кроме того, в этот день в одном из кабинетов работал молодежный центр здоровья. В нем детям рассказывали о пагубном влиянии алкоголя и наркотиков, а также проводились профилактические беседы касательно взаимоотношений в подростковой среде. Центр у нас в городе пользуется большим успехом. И те подростки, и молодые люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию, очень охотно приходят к нам. И такие специалисты, как дерматолог, психолог, нарколог, кроме того, юрист, оказывают таким людям очень большую поддержку. Амина Смакова, Жаслана Мандыков, Марат Култенов. Первый Карагандинский. Далее короткая реклама. Не переключайтесь. Далее короткая реклама. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди». Прекрасный выбор за вами. Далее короткая реклама. Депутаты городского Маслихата вновь вышли в рейд. В этот раз в центре их внимания были проводимые работы по подготовке города к отопительному сезону. В этом году из бюджета было выделено более 600 миллионов тенге на замену аварийных участков тепловых сетей. Жильцы действительно в этом году последний раз они пострадали. В следующий год они будут всегда уже с горячей водой и с нормальными условиями. По улице Нуркена-Абдирова было заменено 1200 метров труб. Подрядчики продолжают вести работы, но обещают 26 сентября все закончить. «Если она сухая, то она пролежит 30 лет своей, понимаете? Если она будет в воде, а у него аварийных тепловых сетей не будет, но будет паводковая вода, которая ливневая называется, и она придет сюда в любом случае, понимаете? Она находит дорогу, как говорят, по каналу. А канал готовый, вот он, пожалуйста». На сегодня проведена замена трубопровода аварийных участков тепловых сетей во объеме более 27 километров, что составляет 80% от запланированного. Из более полутора тысяч дефектов ликвидировано более тысячи. На территории микрорайона «Орбита» тоже ведутся работы по реконструкции магистральной теплотрассы. А вот в конце «Орбита» вскрышные работы проделаны, но на том и приостановились подрядчики. Только при появлении депутатов Маслехата одиноко заработал «Бульдозер». «Две шестьсотки, одна вообще была уже вырезана и выброшена, и только по одной шестьсотке был отток воды с Северо-Востока. Сейчас мы эту реконструкцию уже улучшаем, гидравлические режимы и для «Орбиты», потому что проблем много было и с «Орбитой». И, в принципе, улица Университетская, Язева, Карбышева, самые последние улицы, они уже будут в более нормальном гидравлическом режиме, именно благодаря тому, что это проведенное будет реконструкция. Специалистами теплотранзита, кроме всего прочего, ведутся работы по приемке систем теплоснабжения жилого фонда, объектов здравоохранения, образования, соцкультбыта по подготовке их к отопительному сезону. Проделана большая работа, заменены лотки практически на 80%. Сделано завершение работ, что характерно отметить, конечно, были доставлены неудобства для жителей улицы Гоголя, но пообещали работники, что до 26 числа уже будет полностью включена система. После проведения работ, как обещают тепловики, привычного болота на «Орбите» больше не будет. Сергей Высокосов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Нацбанк 22 августа выпустил в обращение памятные монеты, посвященные 20-летию ведения национальной валюты тенге. Памятные серебряные монеты стоимостью 500 тенге и монеты из сплава Незельберг номинальной стоимостью 50 тенге. На лицевой стороне верхней части монеты изображен герб Республики Казахстан и в обрамлении пятикратно повернутый орнамент из восьмерки. Надпись «Казахстан» у Токбанка на казахском языке, на государственном языке. В нижней части надпись номинала монеты и слева от него товарный знак монетного казахстанского двора. Сегодня состоялось выездное совещание центров по работе с молодежью городов и районов Карагандинской области. На совещании был подписан двусторонний меморандум между региональным центром обучения госслужащих и центром по работе с молодежью в области пропаганды популяризации госслужбы среди молодежи. На совещании обсуждались актуальные вопросы в деятельности центров по работе с молодежью и создание условий для обмена практическим опытом. Мощный импульс в развитии молодежной политики был дан на 19-й Ассамблее народов Казахстана. Была озвучена государственная концепция ее развития до 2020 года. Сегодня в 16 регионах области работают ресурсные молодежные центры. Государству нужна социально ответственная, знающая, профессиональная и компетентная личность. Потерянная молодежь – это потерянное будущее. Динамика развития страны требует людей по-новому, могущих осмыслить задачи, стоящие перед обществом. Такая миссия под силу только профессионально образованной, физически и нравственно здоровой, патриотичной и социально ответственной молодежи. В этой связи приоритетной задачей государства становится адаптация государственной молодежной политики к требованиям времени, в котором молодежь становится важным фактором конкурентоспособности Казахстана. Особое внимание молодежным центрам надо уделять выпускникам детских домов. В этом году из 157 их выпускников 50 получили гранты на обучение, в том числе три гранта для обучения в вузах. Сфера государственной молодежной политики в качестве площадки является активно развивающимся политическим направлением. На совещании руководители регионального центра обучения госслужащих и Центра по работе с молодежью подписали меморандум в области пропаганды популяризации госслужбы среди молодежи. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, вы можете позвонить к нам в редакцию по телефону 420649. Всего доброго, Сау Болнес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова